Итак, есть ли разница между гипнозом, будь то самогипноз или под чужим воздействием, и медитацией? Что такое гипноз? Вы знаете, что такое гипноз? Вы все уже под гипнозом, да? Итак, гипноз — это состояние повышенной внушаемости. Его можно использовать очень мягко или более жестко, в зависимости от ситуации. Например, я позову вас на ужин, скажу вам, заходите ко мне на ужин. Вы скажете, нет-нет, мне нужно идти. Пойдемте, заходите на ужин. И вы уже не так уверенно скажете, мне нужно идти, но все равно пойдете со мной, и мы поужинаем вместе. Вы оказались немного загипнотизированы. Каким-то образом внушение оказалось более сильным, чем другие намерения, которые у вас были до этого. То же самое может быть сделано более сильным способом, вплоть до того, что вы забудете обо всем остальном, кроме того продолжения, которое было вам сделано. Не важно, является ли это самовнушением или внушением с чьей-то стороны — это внушение. В своей основе гипноз означает переход в определенное состояние неосознанности из-за определенной мысли или инструкции, либо собственной, либо данной кем-то. Вы пытаетесь гипнотизировать себя, чтобы стать более эффективными. К сожалению, большинство людей пытаются добиться успеха. «Гипнотизируй себя! Я могу это сделать! Я могу это сделать!» Вы пытаетесь загипнотизировать себя. Это может принести определенные результаты в вашей жизни, но это же может причинить вам большой вред, заставив вас делать то, что вам не нужно. Вы можете потерять баланс в жизни из-за того, что делаете то, что не должны были бы делать. Так что гипноз существует на многих разных уровнях, но в основе своей гипноз означает неосознанность. Медитация означает прямо противоположное. Осознанность — отсутствие какого-либо внушения. Абсолютно никакого внушения, никакой конкретной цели, никакой попытки куда-то попасть, но полная осознанность. Так что это противоположность гипнозу. К сожалению, современные духовные группы из-за того, что не способны медитировать, используют гипноз, потому что он тоже вызывает расслабление по-своему. Но он не ведет к той же цели. Они двигаются в двух противоположных направлениях жизни. В гипнозе нет ничего духовного. Гипноз — это упражнение ума, психологическое состояние, которое никогда не может быть духовным. Духовность — это то, что поможет вам преодолеть физическое. Так что медитация — это измерение, которое переносит вас за пределы физических ограничений. Гипноз никогда не сможет перейти за пределы физического, потому что это психологическое состояние. Гипноз — это измерение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова